МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настоящий детский городок развернулся вчера на микрорайоне Лазурный. Каждый малыш смог вдоволь наиграться, пошутить, проявить смекалку и ловкость. Плюс еще и получить в подарок сладкий приз. Игровые площадки предлагали развлечения на разный вкус. Смазерить своими руками маленькие поделки, разрисовать друг друга, сложить домик повыше, посоревноваться в меткости, силе и точности. Конкурсы, развлечения, аттракционы здорово поднимали настроение и заряжали ребят положительной энергией. Но главным действием праздничной программы стала премьера мюзика «Бременские музыканты», который подготовили кружковцы Дворца культуры. Я сегодня с детьми, когда разговаривала, и мы анализировали то, что мы сделали, мы пришли к выводу, что это наша первая коллективная работа. Потому что постановочная работа, которая делает каждый коллектив творческий, это творческая работа индивидуальная. В мюзикле задействовано 120 детей и 15 взрослых. Это главные действующие лица, те, кого мы увидели на сцене. Но на самом деле, как и в любом спектакле, трудились над постановкой мюзикла очень многие люди. Ведь замечательные декорации, множество ярких, красочных костюмов, танцы, все это требовало огромной фантазии, финансовых вложений и, конечно же, желания. Желание творить. Воспитанники Дворца культуры показали сказку «Бременские музыканты» такой, какой они сами ее видели. Веселой и немного волшебной. Далее развлекательную программу продолжили гости из города Мариуполя. Клоунский синдикат «Комикс», полюбившийся красноармейской детворе в прошлом году. Праздник детства длился до позднего вечера, подарив ребятам море сладостей, улыбок и хорошее настроение. Наверное, многие из нас заметили, как преобразилась наша поликлиника, что в центре Красноармейска. Новомодный пластик, свежеокрашенные окна, никелированные отливы – все это прибавило солидности четырехэтажному 40-летнему зданию. В скором времени должен открыться обновленный центральный вход. Но это что называется внешне, а вот внутри все осталось по-прежнему. Тесные неуютные коридоры, за редким исключением такие же врачебные кабинеты и неработающие туалеты. А ведь поликлинику ежедневно посещают сотни людей, нередко из отдаленных сел, и находятся в здании не один час. В принципе, туалет имеется на каждом из четырех этажей, только они давно закрыты и используются либо как складские помещения, либо как курилка. Работающую совместную мужскую и дамскую комнату мы обнаружили только на первом этаже. Причем ее санитарное состояние оставляет желать лучшего. Вся причина в сломанной канализации, точнее в ее практическом отсутствии. Бывает часто прорывы, так как вода, у нас трубы тоже ржавые, то бишь водопровод, который включают, а бывает прорывается, то бишь все это собирается в подвале. И приходится закрывать на какой-то период туалет, хоть как-то, хоть немножко оно сядет. Затопленный канализационными стоками подвал далеко не единственная беда центральной поликлиники. Не менее остро стоит проблема водоснабжения. Вода в поликлинике, как и во всем городе, по часам. Напора хватает максимум до второго этажа. Младшая хирургическая медсестра Ольга Малакуцкая приходит на работу пораньше, чтобы успеть набрать воду для хирурга, травматолога и уролога в многочисленные емкости. Вся работа нашего отделения хирургического связана непосредственно с проточной водой. Все инструменты перед операцией, после операции, руки, все это должно помыть водой, обработать. Юрий Иванович Добня в медицине вот уже четверть века. И ему, опытному хирургу, безусловно, неприятны проблемы с водой. Туб-кабинет вообще забыл, что такое вода из-под крана. Надежде Чельтер, младшей медсестре туб-кабинета, повезло меньше, чем ее коллеге Ольге Малакуцкой из хирургии. Она носит воду ведрами на четвертый этаж. А огромная значимость соблюдения санитарного режима в туберкулезном кабинете понятна даже не специалисту. Старожил горрайонного медицинского цеха втезиатор Раиса Шевченко еще помнит, как из крана в ее кабинете текла вода. Да лет 10-15 она не капает, а то и больше, а то 20. Я точно не помню, но очень давно ее нет. Вот такая у нас центральная районная поликлиника. Без воды и с дырявой канализацией. Зато с пластиковым фасадом. Но ведь это только встречают по одежке. А ведь провожают-то по уму. Первомайские праздники уже не за горами. И большая часть жителей города будет их проводить в центральном парке «Юбилейный». Ведь он считается в городе главной зоной отдыха и любимым местом горожан. Чтобы достойно встретить гостей и жителей города, сейчас благоустройство парковой территории идет опережающими темпами. Сотрудники парка окрашивают аттракционы, карусели. Уже обновлены после косметического ремонта скамейки и урны. Убирается прошлогодний мусор, белят бордюры. Вот на этой площадке в скором будущем будет ездить детский автомобиль среди семи чудес света. Впервые для паркового дизайна решили установить арочную конструкцию для покрытия сцены на главной аллее. Это покрытие будет стационарным, что позволит выступать на эстрадной сцене в любую погоду. Эта идея родилась у городского головы. Мы нашли конструкцию, мы нашли эскизы, а потом силами наших предпринимателей красноармейских она сделана. Площадь территории центрального парка юбилейно составляет 26 гектаров. В целом парк готов к открытию сезона и принятию горожан. 10-й ВГСО, оперативный взвод которого дислоцируется в Димитрово, всегда был лучшим в горноспасательной службе Украины. Но чтобы оставаться лидером, нужно постоянное совершенствование профессиональной, тактической и общей физической подготовки. Именно в этом и соревновались 4 взвода 10-го отряда. Состязание горноспасателей для зрителей это всегда интересно, увлекательно и зрелищно. Ну а для самих участников это тяжелый труд. Димитровские, Кураховские, Селидовские и Добропольские горноспасатели мало в чем уступали друг другу. Ведь все они бойцы одного отряда, а потому и болели друг за друга. К слову, в ходе учения горноспасатели использовали специальные современные спасательные средства. С такой техникой мы себя чувствуем увереннее. Это, как говорится, техника нового поколения, экологически чистый продукт, этот пенообразователь, никаких травм, после него ничего нет. Прекрасная техника. Именно Димитровский оперативный взвод под командованием Алексея Чудновец и стал победителем соревнований. Вторыми были Селидовцы, третьими – Добропольцы. Четвертое место занял Кураховский взвод. Все команды, все без исключения, показали очень высокий, показывают уровень профессиональной подготовки, показывают очень хорошее время, хорошие результаты. Допускается минимум ошибок. В июне на базе 10-го ВГСО пройдут областные соревнования горноспасателей, победитель которых и будет претендовать на звание лучшего горноспасательной службы Украины. Всего лишь за несколько дней украинские потребители смогли на себе ощутить лихорадку мирового топливного рынка. С начала месяца цены на нефтепродукты повысились на 15%, и это, по-видимому, еще далеко не предел. Такая ситуация отразилась на жизни нашего района. Уже в субботу жителей города Димитрово ожидал неприятный сюрприз. Цена проезда из Димитрово в Красноармейск у маршрутных такси увеличилась на 50 копеек, что, естественно, вызвало возмущение пассажиров. Такие цены – это нереально. Надо опустить все назад. Чего люди должны страдать из-за этого? В Красноармейске пока все по-прежнему. Проезд по городу в маршрутках и автобусах 50 копеек. Что же касается служб такси, то после повышения цены бензин их расценки изменились. До 3-х километров 5 гривен свыше 3-х километров руб за километр. Ничуть не меньше повышением цен на бензин обеспокоены и наши водители. Новые расценки на нефтепродукты заметно бьют по карману. Поэтому здесь приходится либо экономить, либо вообще на время отказаться от личного транспорта. Цена билетов на междугородний транспорт пока остается неизменной. Этот факт приятно радует прежде всего студентов. Как долго цена билетов будет оставаться стабильной, пока неизвестно. У нас стоимость проезда пассажиров на транспорте не изменилась. Действующие тарифы были утверждены Министерством автомобильного транспорта Украины 23 июля 1999 года. Естественно, подорожание бензина повлекло за собой подорожание всех продуктов и товаров, связанных с транспортировкой. Эксперты же пока утверждают, что сегодняшняя цена на бензин не последняя и говорить о стабильности смысла нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова